Истребители. Еще там пять машин подбил. Трехлетний Андрей уже знает и видел, что такое истребитель, танк и автомат. Правда, пока мальчик не понимает всю опасность военных действий. На вопрос, было ли страшно, ребенок говорит нет. Я их выливать буду. Зато сильно переживала за Андрея и его младшую сестру Аню, их мама Анжела. Обстрелов в Донецке, откуда приехала семья Васильевых, не прекращаются, рассказывает женщина. Ситуация очень у нас страшная. У нас детки жили и в подвалах, были, и боялись. Знать, что такое истребитель, что такое самолеты, что такое пушки. Пять дней назад Анжела с мужем, братом и двумя детками смогла приехать в Нижнекамск на собственной машине. Родных здесь у них нет. Идти некому. Трое суток, пятеро человек жили в автомобиле. В ФМС их не регистрируют. Нет принимающей стороны. Помощь пришла неожиданно. Мы приехали в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник. Были выходные. Во вторник мы пришли в ФМС. И стоя в очереди, нас увидела девушка. Она услышала о том, что мы находимся в машине. Предложила остаться у нее с ночевкой. Мужчин сейчас из Украины не выпускают, так как они военнообязанные. Васильевым повезло. Пересечь границу им помогли ополченцы. Пока семья живет у неравнодушной Нижнекамки. Они очень нуждаются в жилье и работе. Если вы не хотите остаться в стороне и можете чем-то помочь этим людям, звоните нам. Телефон 077. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, Евгений Лызаев. Новости НТР.